Аппаратное совещание Альянской области вопросы, далекие от фразеологии и псевдополитической трескотни. Первым вопросом повестки дня стало начало отопительного сезона. 1 октября начинается настоящий зимний сезон. И это не только отопительный сезон, о котором мы сегодня очень серьезно поговорим. Это еще по-настоящему сезон, когда мы должны перевести все свои службы на зимнее содержание территорий. Проверьте, пожалуйста, еще раз, нет ли территорий, которые у вас находятся сегодня без контроля по содержанию, по уборке снега, по вывозу снега, по утилизации снега, по очистке. Везде ли все заключены договора? С 25 сентября началось подключение к теплоснабжению учреждений социальной сферы. С 29-го к ним стал присоединяться жилищный фонд. Стоит отметить, что в 14 муниципальных образованиях в соцсферу тепло стало поступать раньше запланированного срока. Однако до сих пор не подключены к теплу три объекта здравоохранения в Сенгелеевском и Сурском районах. Эта проблема будет решена в ближайшие дни. По школам мы сегодня запустили крайнюю школу. Это Меликевский район. Буквально час назад прошла информация о том, что полностью ГРП в Новой Майне перебран. Заменны основные узлы агрегаты. Данный узел не был подготовлен к началу отопительного сезона. И вот буквально час назад началось подавать тепло. Это одна школа, три детских сада и 24 многоквартирных дома. То есть таким образом по состоянию на 18.00 по детским садам и по школам у нас обеспечено стопроцентный пуск тепла. На вопрос губернатора, почему так долго, Дмитрий Вавилин ответил, что во всем были виноваты долги муниципалитета перед газовиками. А газораспределительный пункт, перешедший на баланс муниципалитета, не был готов к поставкам тепла. Глава администрации Меликевского района Илья Смухудзинов сказал, что ответственный за эту халатность его заместитель будет уволен с работы. Что же касается жилого фонда, то небольшие проволочки есть в запуске тепла в Ульяновске и Димитровграде. В областном центре подключение уже ведется. Приступают к нему и во втором по величине городе региона. Завершение ремонта дорог также вызвало немало нареканий стороны главы области. Например, в Вишкаемском районе выполнение плана на 1 октября составляет чуть больше 60%. Конечно, вы положите асфальт. Будет ли он держаться там? Ну, там дело десятое, что называется. Будет следующий год, может быть, и забудут даже. Но так как он должен лечь, скажем так, в градусов 10, 15, 20, он так держаться не будет. Ну так, да, чисто по человечке мы понимаем же. Ну, позвольте, ну почему мы должны опять деньги на ветер бросать? Было решено подтвердить обязательство не проводить дополнительных торгов на ремонт дорог позже 1 августа. Это позволит укладывать асфальт исключительно в теплое время года. Далее, к более приятным новостям. На неделе нас ждет несколько профессиональных праздников, в том числе День Учителя и День Школьника. А по каким учебникам вы учились? Обратился губернатор с вопросом к членам правительства и показал книги, по которым занимался в своей юности. Посмотрите у себя эти книги. Придите вот на встречу с учениками и с учителями с этими книгами. Покажите их. Это вот те настоящие учебники, которые из нас с вами сделали вот сегодня руководителей. Руководителей муниципалитетов, а значит руководителей Ульяновской области. Руководителей региона, а значит руководителей Российской Федерации. Покажите. Научите эти книги любить и этими учебниками дорожить. Губернатор запустил своеобразный флешмоб и передал инициативу в нахождении учебников председателю правительства Александру Смекалину. И вполне возможно, что к нему присоединится в скором времени вся Ульяновская область. Отлирики вернулись к прозе жизни. На сельскохозяйственной угодье региона. Продолжается уборка технических культур, подсолнечника и сахарной свеклы. По состоянию на 2 октября зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 564 742 гектара или 98,9% от установленного плана. Если с уборкой сельскохозяйственных культур и с готовкой запасов все обстоит хорошо, то с реализацией продукции не так радужно. Сергей Морозов подверг серьезной критике организацию традиционно губернаторских ярмарок. Как проходили ярмарки в Ульяновской области, у Горячего, который был родоначальником этих ярмарок. Это был огромный праздник. Сейчас же эта традиция нарушилась. На ярмарки не приезжают ни главы районов, ни даже их подчиненные. Игнорирует их руководитель аграрного ведомства, по мнению губернатора. Все происходит таким, как будто, да ну, это такая лабуда. Ну какая это лабуда? Да, это очень серьезное общественно-политическое, я уж не говорю проэкономическое мероприятие. Почему такое наплевательское отношение к людям-то? Безобразие просто. Не будет у нас такого отношения, не будет у нас результатов. После этого вопроса был объявлен 10-минутный перерыв, по окончанию которого участники заседания перешли к главному. Обсуждению проекта бюджета. Важность этого пункта подчеркнула то, что документ лично представил председатель правительства Александр Смекалин. Мы сохраняем социальную направленность бюджета, социальную ориентированность бюджета и средства, которые направляются на исполнение социальных обязательств, составляют 68,8% от общей доли расходов. И это не только содержание учреждений, но это и повышение заработных плат, и поддержка социально защищенным категориям населения. Большие суммы заложены на общее развитие Ульяновской области, в том числе на дороге, поддержку промышленности, сельского хозяйства, образования, спорта и культуры. Отдельной строчкой идет обслуживание государственного долга. Планируется, что в следующем году бюджет будет профицитным, то есть без дефицита. Окончательное обсуждение главного финансового документа планируется провести в начале следующей недели, на заседании правительства, после чего он будет передан законодателям региона. Егор Тстов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.